Из этих веерок может пролететь птица. Прямо сейчас артисты театра «Кукол сказка» придумывают, сочиняют, обрисовывают контуры будущей постановки. Это жанр театрального эскиза – свободный набросок. Но станет ли он полноценным спектаклем, выбирать самому зрителю. Барнаульцев приглашают посмотреть на работу лаборатории детской литературы «Сказка плюс», в которой артисты создадут четыре эскиза спектакля. Мы подумали о том, чтобы помочь актерам стать самим и режиссерами, и драматургами, то есть понять тот механизм, из которого складывается уже спектакль. Выбирали произведения сами зрители путем голосования в соцсетях. Это работы российских детских авторов, в том числе и наших алтайских. Но в финал вышли четыре произведения. Режиссируют постановки сами актеры театра под руководством приглашенных кураторов лаборатории. И ты сразу понимаешь, что ты не ученик, ты не студент. С тобой работают, как с коллегой. Это абсолютно, наверное, актерский эскиз. Потому что у актеров есть абсолютная свобода. И для меня это самое главное. Перевести произведения с языка художественной прозы на язык театральный актерам помог приглашенный из Питера драматург Гульнара Насырова. Это не просто, знаете, пьеса. Слева кто говорит, а справа что говорит. То есть это надо вложить и сердце, и голову. Поэтому, да, это непростая задача. Потому что еще ведь нужно сократить текст очень сильно. И очень сложно от чего-то отказываться. Тут тоже есть моя помощь, потому что я прошу ребят сокращать что-то. Кстати, сами зрители выбрали произведения, в которых раскрываются сложные психологические темы. Но все они наполнены торжеством жизни. О детстве и взрослении, о семье и поиске себя. Такова и пьеса по повести «Папа ищет работу». Когда папа испытывает кризис, да, определенный, он теряет работу. Ему нужно обеспечивать семью. И в этот момент дочь сама ему помогает. Этот девятилетний человек идет и дает объявление о том, что вот у меня есть такой папа, он такой вообще классный композитор. А на вопрос, будут ли в постановках куклы, кураторы театра кукол ответ оставили интригой. Но пообещали, зритель увидит новые и нескучные театральные эксперименты. Это не обязательно будет какая-то фигуративная кукла, которая имеет какую-то определенную систему управления. В этом и есть смысл лаборатории – найти что-то зрителю важное, интересное, но при этом не наскучившее уже. Будем искать куклу. Творческая лаборатория детской литературы «Сказка плюс» проводится при поддержке гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры. Бесплатный показ эскизов пройдет 26 и 27 мая. Для этого нужно лишь заранее записаться через соцсети театра. А после просмотра зрители смогут пообщаться с актерами и режиссерами, обсудив постановку. А затем путем онлайн-голосования определится эскиз «Победитель». Его доработают в полноценный спектакль, который войдет в постоянный репертуар театра. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов.